МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир нашего телеканала продолжает программу «Каждый день». О том, куда отправиться и какая погода вас ожидает, расскажу вам я, Гаухар Тургаева. В мире, где семейным парам разрешено иметь только одного ребенка, рождается семь сестер-близняшек. Родители решают сохранить всех и дают малышкам имена в честь дней недели. Так девочки появляются на людях каждая в свой день. Но однажды понедельник пропадает. Фантастика, тайна семи сестер. За ней! Только вместе мы вышли. Молодой парень по прозвищу Малыш обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь – это сплошные погони, перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления. Однажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры. Но сначала ему предстоит выполнить еще одно задание, которое вполне может оказаться последним в его жизни. Проехал сам, помоги другому. Так звучит девиз нашей новой рубрики. Рико ТВ принимает информацию о дорожных заторах и прочих сюрпризах, используя новые возможности и технологии. Солидарность на дорогах – вот что в самый напряженный драйв-тайм поможет водителям избежать дорожных заторов. Если вы стали очевидцами какого-либо события на дороге, присылайте свои фото и видеоматериалы нам на почту и используйте хэштег «Рулевые Рико ТВ». На этой фотографии изображена самодельная защита автомобилистов от открытого люка по улице Снайперская города Ак-Тубе. Как пояснили в Акбулаке, не все колодцы принадлежат их предприятию. Организация просит автора этого поста дать примерное ориентир нахождение открытого люка. Надеемся, проблема в скором времени будет разрешена и никто не пострадает. Прямо перед воротами жители поселка Кирпичный предприятие, занимающееся проведением водоснабжения в дома, загородило проезд во двор. Владелец дома просит организацию, проводившую работу, принять меры. Прямо сейчас расскажу о том, какая погода ждет октябринцев и нашу область 5 сентября во вторник. В Муртуке ясно, плюс 21 градус тепла. В Волге ясно без осадков, 23 градуса выше нуля. В Храмтау облачно, 23 градуса со знаком «плюс». В Бадамше облачная погода, температура воздуха плюс 22 градуса. В Шалкаре ожидается ясная погода, плюс 23 градуса. Далее подробный прогноз погоды в нашем городе. Сегодня Международный день боевого искусства. Тэквондо – самый распространенный вид единоборств. В том числе широко распространено детское тэквондо. Официальный штаб единоборства имеет 206 филиалов по всему миру. Насчитывает почти 30 миллионов спортсменов. Примечателен тот факт, что мастера основную ставку делают на развитие приемов боевого искусства с научной точки зрения. Именно научный подход определил тот факт, что на сегодняшний день спорт тэквондо – самый мощный вид единоборства. В его арсенале много зрелищных приемов. Оставляйте свои комментарии на эту тему под специальным постом на официальной странице Instagram – собачка, рика, нижнее подчеркивание, программс. Лучший комментарий мы выберем завтра и озвучим его в нашей программе. На этом выпуск подходит к концу. Я желаю вам хорошей и продуктивной недели. Смотрите Рика ТВ онлайн или на официальном сайте rikotv.kz. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова